Утро в доме российского исторического общества началось с круглого стола приуроченного к годовщине основания первого профильного образовательного учреждения, целенаправленно готовящего кадры для транспортной отрасли. Ровно 215 лет назад, напомним собравшимся Сергей Нарышкин, в нашей стране появилось транспортное ведомство. Речь идет об институте корпуса инженеров путей сообщения, учрежденном в 1809 году манифестом императора Александра I. В то время два государственных ведомства, Департамент водяных коммуникаций и экспедицию устроения дорог одновременно возглавлял граф Николай Петрович Румянцев, видный государственный деятель, дипломат, историк. Именно ему принадлежала идея поставить подготовку кадров в сфере транспорта на прочную системную основу. Огромные просторы России исторически обусловили важность развития транспортной системы. Это во многом помогало управлять и связывать самые отдаленные уголки страны. Параллельно с транспортной сетью шло и развитие новейших на тот момент систем связи. Вслед за железной дорогой во многие российские города впервые пришли почта, телеграф, а затем и другие инструменты коммуникации. Уже к середине 19-го столетия скорость переброски войск и умение обеспечивать их снабжение на отдаленных театрах военных действий стали ключевыми условиями обеспечения обороноспособности страны. Крымская и русско-японская войны побудили Россию извлечь этот урок. Развитие науки, образования и транспорта всегда шли рука об руку, потому что история транспортной системы России – это наглядное отражение прогресса отечественной технической мысли. Именно такая слаженная работа транспортной системы, в частности железных дорог, внесла неоценимый вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне. Именно благодаря железным дорогам в 1941-1942 годах была обеспечена беспрецедентная по своим масштабам эвакуация населения и промышленных предприятий вглубь нашей страны. А за все четыре года интенсивной работы транспортной системы совокупный объём перевозок железнодорожным транспортом превысил 19 миллионов вагонов. Великий подвиг был совершён и водителями грузовиков, которые обеспечивали бесперебойное функционирование легендарной дороги жизни во время ленинградской блокады. В свою очередь министр транспорта рассказал на встрече о проектах ведомства, направленных на сохранение и популяризацию истории транспорта в России. Сегодня мы объявляем о нашей инициативе создания российского общества историков транспорта. Это будет общероссийская общественная организация. В состав её президиума планируем включить руководители крупнейших отраслевых предприятий и компаний, научно-образовательных и культурных организаций. Нам уже подготовлен план работы общества до 2030 года. И мы в первую очередь сосредоточимся на создании музея истории российского транспорта, поддержке отраслевых музеев в регионах и методическом обеспечении преподавания истории транспорта в профильных образовательных организациях. В своём выступлении сопредседатель РИУ, заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил вклад Министерства транспорта в создании модуля учебника «Курса истории России» для студентов транспортных специальностей и поддержал инициативу создания российского общества историков транспорта. Мы всячески поддержим работу общества историков транспорта. Мы максимально усилим и интенсифицируем совместную работу с Российской академией транспорта. Мы посмотрели сегодня по трём основным укрупнённым группам специальностей 268 организаций, 268 университетов. В них учатся почти 174 тысячи человек. Это разные ведомственные принадлежности. 168 университетов — это подведы Миноборнауки России, и образование в их стенах получают более 61 тысячи студентов. И очень важно, это была инициатива Министерства транспорта, подготовить приложение к нашему новому учебнику для учебнику истории, для исторических специальностей. И одно из этих приложений — это приложение по истории транспорта. И вот все эти люди, более 170 тысяч человек, — это те, для кого этот учебник предназначен. Кроме того, Министерством транспорта активно реализуются спецпроекты в интернете, проводятся мероприятия, направленные на сохранение историко-культурного наследия, и сдаются фундаментальные труды по истории транспорта. Одна из основных задач Академии — координация и укрепление научных межотраслевых межрегиональных связей, развитие и вовлечение молодых ученых в реализуемые транспортные проекты. Особое внимание уделяется вопросам сохранения и популяризации истории транспорта. В ходе кругового стола Сергей Нарышкин также обратил внимание на ведущийся Министерством транспорта работу над выпуском нескольких томов из цикла «Наркомы Победы». В них будет рассказываться о системе управления транспортом в годы Великой Отечественной и о руководителях этой отрасли. Кроме того, планируется проведение международной конференции «Транспорт в годы Великой Отечественной войны», а также запуск спецпроекта «Галерея памяти», посвященного героям войны и труда, ветеранам и транспортным династиям. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова